Всем привет! 20 мая, пивная пятиминутка и Илья. Ну что, начинаем мы неделю немчуры? Начнем мы знаете с чего? С Вильтенбургер Клостера. Почему с него? Потому что я не успел закончить эту линейку. Я начинал эту линейку, она состоит из пяти сортов, в пирме которые продаются. Ну, собственно, да, три я продегустировать успел, а два пропали. Как-то быстро очень пропали из продажи, и все. Ну, как бы на этом и закончили. И в чем фишка, казалось бы, да? Данное пиво вернулось, и именно те два сорта, которые я не успел продегустировать. Волшебство, не правда ли? Так что на этой неделе мы закончим с этой линейкой Клостера. Называется он Эсенбок. Дункель Доппельбок. Это я люблю. Собственно, черный Доппельбок. Бутылка у нас 0,5. Розлив у нас... Нет, это заканчивается. Ну, начинается 0,8-0,8 розлив. У нас 23-го. Заканчивается 0,8-0,8-24. Пиво темное, фильтрованное, пастеризованное. Вильтенбургер Клостер Эсенбок. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Состав вода питьевая, ячмены, солод, хмель. Все. То есть, опять, не заморочились, да? Про темный там соус что-то написать. Ну, зачем? Тогда пишите ячменный солода, что ли. Ну, как-то, во множественном числе. Алкоголь 7,3. Серьезно? 7,3. Вот это я сегодня покайфую. Ну, лишь бы пиво еще не. А вот плотность нашей, конечно, от балды написали 13,8. Может, 15,8. Ну, как-то вот наши написали от балды. Типа 13,8. Похеру, что в два раза не должно быть меньше. Изготовитель Турту. Клостер Браурей. Вельте Бург. Что еще не прочитал-то? Да вроде все. 7,3 алкоголя. Блин, что серьезно? Алкоголь, танец. А вот тут, где 0,5, написано 7,3. Плотность, конечно, нашей наврали. Ну, давайте смотреть. Ой, что-то я уже даже забыл, когда я последний раз темный доппель-бок пробовал. Еще и двойной бог. Не просто бог, еще и двойной. Еще и темный. Ну, кто знает, да, в ленте, кто его видел, чего там 170 стоит где-то рублей. Пахнет карамельным солдом. На цвет, кстати, то же самое. То есть, вот с рубиновым оттенком красноватым. Темное пиво, да, черный чай с красноватым таким оттеночком. На аромате то же самое. То есть, это вот наши вот все вот этих сладкие чайные истории. Ну, бог же. Ой. Дункель же. Я хочу немножко какой-нибудь джоночки, что ли. Но нет. Пахнет очень сладко. Ну, давайте начинаем новую неделю за вас. Понедельник, день тяжелый. По плотности вот реально где-то 13%, даже меньше. Очень легкая по плотности. Прям такое лайтовое. Мягенькое такое, лайтовое. О, чайность в послевкусии и в дальнем идет. Чуть сладковатая. Алкоголь, кстати, 7,3. 7,3 это нормально, да? Это много. Вообще абсолютно не чувствуется. Пьется очень приятненько, хорошо. Карбон на уровне. Опять же, это вот сладковатый черный чай. А вот жёночка. Вот она подспела. Есть. Немножечко, чуть-чуть, думки ли есть. Чуть-чуть жёночки есть. Ну, как жёночки. Скорее, не жёночки, а... Тёмного солода, я не знаю как. То есть, не прям жёночка, а вот... Ну, есть. В общем-то, и неплохо. Учитывая за цену до 200. Почему бы и нет? Я её, кстати, в прошлый раз и покупал, когда она ещё продавалась. Но у меня случилось такое действие, что я на заднее сиденье пиво кладу и везу. А там, пока маневрируешь, бутылка, она прибилась к этой, к двери. Где-то я, видимо, хорошо так повернул, как обычно, резко. Она к двери ушла. И вот, когда я дверь заднюю открывал, вот такая вот бутылочка у меня просто оказалась на асфальте, в ногах, полностью разбитая. Ну, слава богу, опять завезли. И, слушайте, ну, это хорошо. Мне нравится. Лично мне. Как вам, я не знаю, но... Учитывая, что это масс-маркет, учитывая, что это где-то сто семьдесят рублей, да? Ну... Достойный экземпляр. Если кто не пробовал и видел, что заново завезли в лентах такую штучку, ну, это, опять же, кто любит тёмное... Ну, тут тёмного-то оттенка так-то сильно не чувствуется. Это ближе к тем, кто любит боки, да? Кто любит вот эту крепкую всю историю, чуть сладковатую. То есть, это ближе туда, чем тем, кто любит какие-то там козлов или житетских тёмных, или крушиваются. Прямо вот на излёте прям чуть-чуть прям тёмненький оттенок есть, а так это прям бок и бок и всё. Всё, на этом, наверное, будем заканчивать. Поэтому не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Давайте. Дункель, допельбок. Ещё и двойной бок. Это прям хорошо. Немцы молодцы. Открывайте для себя новые пивоварни. Куда это? Блядь. Клостер. Вильтенбургер, клостер. И увидимся завтра. Как я уже говорил, на этой неделе по одному пивасику всего лишь будет. Ну вот, отдыхаем немножко, пьём как-то масс-маркетное, отдыхаем от Крафтового. Одесс неправильно. Одесс. Веймигас.